День, который начинается с детских вестей 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 Основное здание ремонтируется Вчера отмечался День дошкольного работника Этот праздник всех, кто работает в детских садах Если вы помните своих воспитателей, не забудьте их поздравить Им будет очень приятно 27 сентября начался прием работ по ежегодный областной конкурс по краеведению. Участвовать в нем может любой школьник. А вот о чем это нужно, вам расскажет Игорь. Учеба, учеба, учеба. Пятерки, двойки. Все это условности. Вот бы проверить, чего ты стоишь за пределами класса. Оказывается, это совсем не сложно. Чем бы ты ни увлекался – спортом, наукой, рисованием. Каждый год проводится около сотни самых разных конкурсов, олимпиад и прочих соревнований, в которых ты можешь принять участие. И это только в нашем городе. В нашем Творце творчества и молодежи выход есть на конкурсы всероссийского уровня, федерального уровня и международные конкурсы. Это и художественное направление, это естественно-научное, туристско-краеведческое, это техническое направление, это конный спорт. Соответственно, дети могут принять участие в самых различных конкурсах, олимпиадах, турнирах. Оценки в школе показывают, насколько хорошо ты справляешься с основными предметами. А вот не школьные соревнования и олимпиады помогут понять, умеешь ли ты использовать свои знания. Например, если тебе нравятся математика и точные науки, ты можешь принять участие в чемпионате путь к успеху или конкурсе «Новое поколение». Любишь иностранные языки? Тебе подойдет смарт-тест. Есть даже различные соревнования для тех, кто увлекается радиоуправляемым моделем или туризмом. Это возможность, чтобы каждый ребенок себя проявил, чтобы он получил новые знания, новые умения, какой-то интересный практический опыт. Каждый ребенок в процессе вот этой соревновательной деятельности приобретает очень много замечательных качеств. Это и самостоятельность, это и смелость, это и активность. Для тех, кому больше нравится сидеть за компьютером, подойдут олимпиады и марафоны в специальных образовательных порталах, например, в Яндекс.Учебнике или на сайте уч.ру. В них можно участвовать удаленно. «Так, математика есть, медопредметный конкурс, окружающий. О, даже АБЖ есть. Медопредметное. О, даже есть международный игроконкурс по английскому языку». Участие в подобных конкурсах может здорово пригодиться в старших классах и при поступлении в университет. Чем раньше начнешь, тем больше баллов тебе это потом принесет. Тоже относится к спортивным или художественным дисциплинам. Любое достижение идет в портфолио ученика. Вопрос только один. Как все успеть? За ответом мы решили обратиться к Мише и Софье Валиулиной. На их счету десятки побед в самых разных конкурсах и соревнованиях. Какая победа для тебя самая важная? Моя самая важная победа в том, что я получил третье место в спорте лучших достижений по бальным танцам. Для меня самая важная победа в конкурсе «Мисс Ленский регион 2018». Как ты успеваешь во всем участвовать? Я успеваю во всем участвовать за счет правильного распределения времени, за счет того, что мне родители помогают, за счет того, что я привык все быстро делать. Ну, поначалу было сложновато, но потом легко. Пример вдохновляет. Хочется тоже в чем-нибудь так поучаствовать. Что там у нас ближайшее? О! Вчера начался областной краеведческий конкурс Кубка БВГД. Пять номинаций. Есть с чего выбирать. Вся информация на сайте организаторов. И наверняка она и есть у нас в школе. Спросите вашего учителя, и он обязательно подскажет, как ее найти. Специально для детских вестей Игорь Рябинов. Иногда, когда ты смотришь очень интересный фильм, кажется, что попал совсем в другой мир. А вот как создается этот мир, вы узнаете из сюжета Яны. Попасть на съемочную площадку удается немногим. Работа над фильмом – процесс серьезный. Люди посторонние сюда не допускаются. Во-первых, они мешают самой съемке. А во-вторых, интрига сюжета должна сохраняться до момента выхода кино на экран. А досужие зрители могут разболтать все секреты заранее. Поэтому лишних на киноплощадке нет. Но для команды детские вести было сделано исключение. Мы сейчас находимся на съемочной площадке сериала «Игрушка». Мы можем посмотреть одним глазком, как снимается настоящее большое кино. Ну что, давайте посмотрим. На первый взгляд на площадке царит суета. Множество людей хаотично двигаются по площадке. Ни на минуту не замолкают разговоры. Но все продолжается ровно до того момента, пока не раздается голос режиссера. Он здесь главный. Приготовились! Начали! Снимается погоня. Главный герой ловит злодея. На экране сцена займет меньше половины минуты. Но на ее съемки уходит не менее часа. В снятые кадры режиссер сразу отсматривает на месте и обсуждает с членами съемочной группы. Актерам приходится бегать много раз. Каждый новый дубль отчитывает хлопушка. Вот это вот белая дощечка с надписями. Информация, которая здесь указана, служит для помощи в монтаже видео для человека, который занимается монтажом. А звук, который хлопушка передает, могу продемонстрировать? Он предназначен для того, чтобы произошла синхронизация звука при монтаже видео. За одну смену могут сниматься сразу несколько сцен. Их снимают не в том порядке, в котором они будут идти в фильме. Нередко бывает так, что герой актера сначала погибает перед камерой, а буквально через пять минут он в кадре жив и здоров. Конечно, потом в студии все будет смонтировано так, как нужно. Но на съемочной площадке актерам приходится подолгу ждать, прежде чем войти в кадр. Ну, приезжаем мы, естественно, заранее, сидим по пять часов, обедаем, пьем чай, общаемся, а потом выходим на площадку. Да, роли бывают разные. Бывает, ты долго в кадре находишься, а бывает, ты ждешь буквально целый день с утра до вечера, чтобы побыть в кадре буквально, не знаю, секунд 30. Именно поэтому на съемках обязательно присутствует буфет – всеми любимое место. Еще за кадром можно увидеть фургоны, в которых перевозится техника и декорации. Находятся гримерки, костюмерные. Также здесь много разной техники – осветительные приборы, краны и штативы для камер, сложные технические устройства. Даже привычный для нас микрофон выглядит немного иначе. А вот этим прибором записывается звук. Работа над фильмом идет напряженно. Хотя съемочная группа и находится в Ульяновске несколько недель, отдыхать с актером некогда. С городскими видами они знакомятся на съемочной площадке. Нет, пока я не могу сказать, что у меня было время погулять или что-то рассмотреть. Мне вот приятно, когда мы в такие локации, как сегодня, места съемок, вот с видом на Волгу, мне этого уже достаточно. Сегодняшний день, на котором мы побывали, был один из последних. Теперь работа над игрушкой продолжится в Москве. Посмотреть детектив можно будет в конце этого года. И не забудьте узнать в кадре наш город. Специально для детских вестей Яна Бразенкова. 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Этот праздник важен для каждого человека, ведь у каждого в жизни был свой самый любимый учитель. И даже спустя годы я взрослый помню своих любимых учителей. Мы попросили на улице города рассказать о них. Вы помните своего первого учителя? Да, конечно. А как его звали? Марина Юрьевна. Помню, когда я училась в начальной школе, у меня был классный руководитель Романова Валентина Ивановна. А Топорова Татьяна Валерьяновна в 28-й школе. Она до сих пор работает. А за что вы любили своего учителя? Была в меру строгая, в меру добрая. Просто такая, ну, хороший педагог. Она мне в первом классе выручала деревянные большие красные пятерки. И я их приносила домой, показывала маме, и мы вместе радовались. Сама, ну, в общем, рисовала разные интересные штуковины, живые, неживые, в общем, вырезала. Очень красиво получалось и, в общем, вкладывала в тетрадки. Это как награда. Но она потом говорила, обязательно верните. Я не знаю, кто вернул. Честно, каюсь, я не вернула. Все уроки были смешные. Абсолютно все. Неправильно надевали костюмы на зачеты. Было очень смешно, когда не успевали выходить из-за того, что не успевали переодеваться. В общем, истории массы. Учительница сказала, говорит, ой, сейчас я упаду. Ну, от удивления сказала она это. И один из одноклассников предложил ей, говорит, а вы присядьте. Татьяна Алексеевна Васильевна, вас очень люблю. Поздравляю вас с Днем Учителя. Больше послушных учеников, оценок от них хороших и успеваемости. Дорогая Татьяна Валерьяновна, я поздравляю вас с Днем Учителя. Желаю вам счастья, здоровья и, самое главное, всего-всего хорошего. Можно поздравить учителей вообще всего мира. Пожелать им крепкого здоровья, успехов и, самое главное, наверное, сил, терпения и любви. Вот и подошел к концу наш выпуск. Смотрите далее афишу и структаж по погоде. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего выхода. До скорой встречи. Пока. Приближается День Учителя. Мне кажется, учитель – это важная профессия, потому что он дает знания детям, и они становятся более развитыми. Учитель, он учит детей тому, что еще дети еще не знают. Они становятся старше, умнее, справедливее. Учителей зависит будущее детей и то, что с ними случится в будущем. Потому что они же все говорят им, и тогда, если они когда вырастут, они будут тоже такими, как учитель. В школе у нас все дома. Сидоров к доске. Опять, наверное, не выучил? Что это такое? Не выучил? Сейчас я тебе двойку-то поставлю. Ну, они очень строгие. Почему ты не готов к уроку? Или почему ты опоздал? Ну, чуть-чуть злые. Кто-то игрался? Молодец! Учителя мира, будьте справедливыми. Профессия учителя очень тяжелая. У нас много человек в классе, но он все равно не сдается и пытается нас научить. Объясняет нам интересная история. Когда на уроке разговаривают, он говорит, почему со мной дети во время, когда я говорю, говорят. Чтобы учитель был добрый, нужно хорошо себя вести на уроках и соблюдать правила. Для того, чтобы учитель был счастлив, надо делать домашнюю работу. У нас есть учитель алгебры. Он очень веселый, он постоянно шутит. И если у нас кто-нибудь будет грустный, то он обязательно его развеселит, чтобы было хорошее настроение на весь день. Я хотела бы стать учителем младших классов или русского языка. Мне нравится эта профессия. Мне очень нравится работать с детьми. Я бы не хотел стать учителем, потому что надо много запоминать. А запоминать я, можно сказать, не очень люблю. Я добрым была бы учителем. Дорогие наши учителя. Все-все-все. Поздравляем вас с Днем Учителя. Желаем вам счастья, здоровья. Чтобы все ученики вели себя хорошо, учились на пятерке. И стал бы плохим. Мне кажется, что от учителя зависит будущее. Большое вам за все спасибо. Меня зовут Вера, и я ваш инструктор по погоде. В эти выходные я буду носить эту теплую осеннюю курточку и эти теплые резиновые сапоги, потому что на улице будет холодно и дождливо. Всем до скорой встречи!